2 февраля исполняется 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. Историки называют ее поворотным событием в ходе Великой Отечественной войны. А Сталинград стал символом страданий и боли, а также символом величайшего мужества. В нашем городе жил человек, который знал об этой битве не понаслышке. Участник тех событий Павел Иванович Гладкий. Предпочитал о них не вспоминать, но для нашей съемочной группы в 2013 году сделал исключение. Мы предлагаем вашему вниманию уникальные воспоминания участника Сталинградской битвы, которого уже нет в живых. Война – это безумие людей, страшное безумие. 17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, которую считают одной из самых значимых и масштабных в истории 20-го столетия. Житель Артема Павел Иванович Гладкий знает о ней все. Сам был участником тех событий. Призывался на войну из Приморья, чтобы попасть на фронт командиром, прибавил к своему возрасту год. Дальше Свердловское военное училище связи, Москва, Балашов, где формировалась дивизия, и Сталинград. А потом шли 600 километров пешком только ночью на Сталинград. Страшное дело, что ночью, когда шли, горизонт, небо, а так весь был в огне. Немцы город снесли. Гитлер давал Паулису задание за 7 дней взять Сталинград и форсировать красавиц эту Волгу. Он считает себя счастливчиком, потому что, несмотря ни на что, ему удалось остаться в живых. Бои были каждый божий день, каждый час. Земля дрожала. И я за эти 6 месяцев, если стоял на ногах, сутки – это хорошо, а все время по-пластунски. Его отделение обеспечивало связью наших разведчиков, которые выведывали огневые точки противника. Вот сколько я помню, ни один не перешел к немцам, не сдался в плен. Ни один. И мы все настроены были победоносно. Настроены были исключительно по-боевому. Наша дивизия была сформирована с дальневосточников и сибиряков. Немецкие войска превосходили наши по численности и по подготовке, вспоминает Павел Иванович. Листовками нас забрасывали и призывали нас сдаться. Мы не думали все время, а у нас был такой, ну, боевой приказ – убей немца, иначе он убьет тебя. Очень правильно. С питанием у наших солдат тоже было плохо. Еле все мерзло и только ночью. Умываться приходилось снегом. И все же нашим удалось победить. Когда 2 февраля 43-го командующий немецкими войсками Паулюс сдался, Павел Иванович был в госпитале. За неделю до победы его тяжело ранило. Затем вернулся домой в Приморье уже с медалью «За боевые заслуги». Я никому не желаю, даже врагу своему не желаю войны, особенно той, которой мне пришлось пережить, выстрадать, пережить ради победы, ради Родины. В канун 70-летия победы в Сталинградской битве Павел Иванович получил поздравление от президента. Хотя сам он даже со своей супругой Анной Ивановной, с которой они вместе много лет, предпочитает не вспоминать о той страшной войне. А мы будем помнить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова